Новосибирские каратисты Соревнования позади. Казалось, можно расслабиться и выдохнуть, но тут идет сосредоточенная работа. Ведь своим выступлением каратисты совсем недовольны. Объясняют и ехали туда за другими наградами. Из 13 медалей, которые завоевали новосибирские спортсмены, лишь одно золото, которое и дает право выступить на первенстве мира. К сожалению, ситуация такова, что мы в призах, но не на первом месте. Для нас это был хороший опыт. Главное сейчас правильно сделать выводы, перестроить свою работу, увеличить объем нагрузки, может быть, в какой-то мере и проявить себя на следующих соревнованиях. Тренер добавляет, технически новосибирцы ничем не уступали соперникам. Но кому-то из ребят не хватило физической формы. Другие не смогли правильно настроиться. На первенствах России могут участвовать спортсмены до 20 лет включительно. Поэтому этим ребятам еще предоставится шанс взять золото. Всегда выходил в финал. Раз за четыре, наверное, на пенсию России. И в финал отдавал странными счетами. И получается, ну, всегда занимал второе место. Стабильно, можно сказать. А в этот раз, как-то так, третье место. Мне 18 лет, но еще раз за три. Думаю, успею съездить. Все на верстанцию. Золото привезешь? Конечно, привезем. Единственную золотую медаль нашему региону принесла Александра Белоусова. Девушка стала лучшей в весовой категории до 53 килограммов в дисциплине кумите. Она-то и представит Новосибирскую область на первенстве мира. Новосибирская область на первенстве мира.